Вот мое рабочее место. И сегодня я пришла и не могу его открыть, так как администрация рынка запретила мне открыть это место. Нина Аникина предприниматель с 90-х работает на Заречном рынке. За место платит 10-400 в месяц. Сегодня осталось без заработка. Накануне вечером их администрация раздала уведомление о том, что рынок с 26 сентября закрыт. И получается, что около 2000 предпринимателей остается неудел. У людей кредиты, у людей работы, у людей семьи, дети. И нам надо как-то жить и существовать. Против приостановки деятельности рынка и сами покупатели. Говорят, что здесь широкий выбор и низкие цены. Этот рынок не только Ленинский район обеспечивает. Ездят из Щербинок, ездят из автозавода. Вопрос о закрытии рынка возник давно, еще в начале этого года. Сначала Заречный рынок получил статус сезонной ярмарки. Согласно федеральному закону номер 270, рынком может называться только крытая площадка. Потом последовали полицейские проверки на соблюдение правил торговли. Выявили много нарушений. Они говорят и сами предприниматели. Слишком много нарушений имеем к торговле. Значит, это у нас всякого нет бейджиков, нет договоров. Их торгуют какими-то виноводочными изделиями, нелегалы. Потом, значит, контрафакты. Эти нарушения послужили основанием для закрытия. Накануне состоялся Координационный совет Горадминистрации, где и было принято решение. Однако администрация рынка утверждает, все нарушения уже устранены. Все те замечания, которые мы предъявили, мы уже устранили. То есть? То есть, все есть. Все есть основания для того, чтобы продолжить работу. С таким же настроением администрация рынка отправилась и на повторное заседание Координационного совета Горадминистрации. В итоге, в сезонной ярмарке все-таки выдали разрешение на работу на следующие 85 дней. Теперь уже продавцы сами будут следить за соблюдением всех правил торговли, чтобы не оставаться без работы. Екатерина Снапкова, Алексей Калякин. Объективно ННТВ.